МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По сюжету, расставщик в исполнении актера Рене Убержуа заявляется в дом к коллекционеру, чтобы обсудить его долги. Но коллекционер пытается отсрочить платеж и пытается расположить к себе расставщика, демонстрируя ему удивительное устройство – камеру обскура. Устройство, состоящее из призм и линз, которые могут просматривать, а затем и транслировать на большой круглый стол панораму Лондона. Во время демонстрации коллекционер также фокусирует изображение на доме, который расставщик грозится отнять в случае неуплаты. Кредитор все же остается совершенно не тронут этой демонстрацией. И даже скупые слезы коллекционера не помогают. Понимая, что расставщик является алчным и непорядочным человеком, коллекционер применяет оккультную камеру обскура, находящуюся в секретной комнате, так сказать, пытаясь взыскать моральную компенсацию. В стиле произведений Диккенса он использует это устройство, чтобы проучить расставщика, окуная того в зеленоватый и причудливый мир. По сути, это тот же Лондон, но образца 1890-х годов. Это потусторонний мир, сумеречный, злой, населенный скупостью и жадностью. Души, бывшие раньше людьми, слетались туда и превращались в монстров. Их лица скручены жадностью и бесчеловечностью. В общем, всем тем, чем они обладали внутренне при жизни. Окруженный этими упырями, расставщик пытается сбежать из этого ужасного места, но постоянно движется по кругу. В конце концов, он просит пощады, хотя прежде никому не питал сострадания. Но его судьба предрешена, он будет оставаться в этом личном аду во веки веков. Эта история актуальна и до сих пор. Заемщики снимают с должников шкуру, взвинчивают проценты и остаются глухими, когда их просят об отсрочке люди, которые не в состоянии свести концы с концами. Джон Бэддом снял интересную и странную историю о вечных вещах, реализовав в своем фильме много интересных фишек в плане грима и вообще обратил внимание на простейшее оптическое устройство, сделав его вратами в зеленый ад. Вторая новелла называется «Вопрос страха». Режиссером выступил Джек Лайерт. В главной роли снялся Лесли Нильсон. По сюжету в джентльменском клубе доктор Маззи поведал историю об одном доме, где он оказался ночью и от страха весь посидел и потерял сознание. Полковник Дэнни Маллоу высмеял доктора за его впечатлительность, а также он высмеял все доводы про привидений и прочую чепуху. Такому бывалому солдату, как он, все в этом мире нипочем, ведь непосредственно он принимал участие во всех военных конфликтах, включая Первую и Вторую мировые войны, в гражданской войне в Испании, а также службу во французском легионе. Также он упомянул, что зарабатывает на жизнь наемникам до сих пор. Доктор Маззи ставит 10 тысяч долларов, что полковник не переживет ночь в этом ужасном доме. Друзья доктора добавляют к ставке еще 5 тысяч. И довольный полковник хвастает, что за 15 тысяч переживет хоть ночь в аду. Вояка заявляется в дом, захватив свой боевой рюкзак и оружие. Уже вскоре он стреляет в первого призрака, который между тем оставляет за собой след. Вскоре он видит еще несколько пугающих сцен, но понимает, что его пытаются напугать с помощью спецэффектов. Зная, что его слышат, полковник хвастает, что нужно бы поднять ставку, так как затраченных денег, чтобы напугать его, уже не вернуть. Позже, попив кофе из своего термоса, он отправляется прилечь на кровать, но оказывается зафиксированным стальными прутями. А заточенный маятник, как из рассказов Эдгара Аллана По, приближается к его горлу. Полковник начинает кричать, что ему страшно, и напоминает, что мертвым он не сможет оплатить пари. Маятник останавливается, то ли от пережитого, то ли еще от чего полковник вырубается. Утром он приходит в себя и спускается на кухню позавтракать. Включается телевизор, и на его экране появляется доктор Мази, который просит вспомнить полковника о допросе одного музыканта, когда полковник служил еще в британской армии и взял в плен младшего офицера итальянской армии. За неимением информации о расположении отряда Ромеля, полковник сжег парню руки до бесполезных обгоревших пеньков. Этим парнем оказался отец доктора Мази. До конца своих дней отец не то, что играть не мог, он вообще больше не включал музыку. Сын поклялся отцу отомстить полковнику. Затем доктор заявил, что пока полковник валялся на кровати, опоенный кофе с успокоительным, помощник доктора вколол ему вирус, который начнет действовать через пару месяцев, и в итоге превратит полковника в неподвижного слизня. Полковник рассматривает свою руку и кричит, что это ложь. Однако доктор уверяет, что его помощник сейчас в подвале, и полковник может это проверить. В общем, вояка стреляется и отходит в мир иной. А доктор Мази медленно говорит, что никакого помощника нет. То есть получается, что он просто довел негодяя до самоубийства. Этот сегмент великолепно демонстрирует историю мести, окутанную в обертку мистики. Лесли Нильсон показал свое актерское мастерство, которое вскоре развернется в комедийном жанре на полную мощь. Зачетная и интересная история. Третья новелла, о которой я хочу вам поведать, называется «Тени на стене». Режиссер Джефф Кори. В этом сегменте речь идет о жуткой истории. В большом, шикарном доме жили три сестры и один брат. Старшая сестра Эмма слегла с тяжелой болезнью. И единственный брат, он же по совместительству и врач, начинает пичкать ее лошадиными дозами снотворного и успокоительного. Также он развлекает ее чтением рассказов Диккенса. Разумеется, вскоре после такого губительного лечения старшая сестра отправляется на встречу с Богом. А все дело в том, что по завещанию отец разделил все свое состояние между детьми так, что почти все доставалось старшей сестре. Разумеется, меньше всех остался доволен братец, который постоянно проигрывался в азартных играх и бросивший врачебную практику из-за своего пристрастия. Смерть старшей сестры, Эммы, сильно опустошает двух оставшихся сестер, в то время как предприимчивый братец начинает вести переговоры о продаже дома и всего его содержимого с целью разделить денежки на троих. Но случаются пугающие и странные обстоятельства. В гостиной, которая является частью дома, проявляется силуэт – тень умершей сестры, привставшей на кровати. Этот факт совершенно и напрочь отпугивает покупателей. Сестры начинают подозревать брата в расправе спокойно и с помощью лекарств. Саму тень пытаются заставить мебелью, заклеить обоями и даже закрасить. Но вскоре она проявляется вновь. Брат пытается уговорить одну из сестер отправить на тот свет третью сестру. Ведь денег на двоих будет больше, чем на троих. Та нарочит и соглашается, но вся доза идет в чай к братцу. Он отравляется. Финальная сцена демонстрирует нам следующую картину. Две оставшиеся сестры сидят в гостиной. Одна играет на пианино, а другая размышляет. Сестры довольны, что наконец-то семья снова вместе и нет нужды продавать дом. На стене в это время к тени их покойной сестры, сидящей на кровати, добавляется тень брата-отравителя, который теперь навечно будет читать больной рассказы Диккенса. Я описал вам всего лишь три наиболее понравившиеся мне истории из сериала «Ночная галерея». Если вас он заинтересовал, ищите его на просторах всемирной паутины. Насколько мне известно, всего вышло три сезона. Там очень много страшных и странных историй. А на сегодня это все. С вами был ЛФТЛ. Продолжение следует...